Лобня На внос знамен Российской Федерации, Московской области и города Лобня прошу встать! Знамена внести! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Глава города Лобня Евгений смышляет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые коллеги и жители городского округа Лобня. Я искренне рад, что сегодня, в этот замечательный весенний день, мы вместе подведем итоги нашей совместный, мы вместе подведем итоги нашей совместной работой в 2016 году. Нам много удалось достичь за прошедший год. Я благодарен каждому из вас за ту работу, которую вы делаете для развития и совершенствования нашего города. Я осознаю, что каждое решения и каждый шаг, который мы делаем, это движение в направлении насыщенного позитивного и яркого будущего города Лобня. Искренне верю в то, что мы добьемся поставленных целей, пройдем вместе этот путь и сделаем наш город благополучным, где каждый будет счастлив жить, процветать и добиваться своим трудом, достижений и успехом. Нас не случайно называют одним из самых динамично развивающихся городов Московской области. Мы активно строим как жилые комплексы, так и целые микрорайоны. Налаживаем промышленное производство, постоянно улучшаем социальное обеспечение наших жителей, повышаем уровень городской инфраструктуры. Близость к столице делает наш город инвестиционно привлекательным для известных мировых фирм. В Лобне действует крупнейший в Восточной Европе завод по изготовлению упаковки для продуктов питания. Производится значительный объем металлоизделий и современных строительных материалов. А фабрика «Звезда», как известно, популярный и крупный в России производитель игрушек, который пользуется спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Коллеги, прошедший 2016 год был для нас непростым, но результативным. Мы проводили ежедневный глубокий анализ имеющихся проблем, вырабатывали понятный алгоритм действия администрации города Лобня, четко ставили цели и достигали их в сжатые сроки. Это помогло нам оказаться в топ-15 рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2016 год. И это, уверяю, не предел, а скорее хороший задел для движения вперед. Сегодня в этом зале присутствуют почетные жители нашего города, ветераны, руководители крупных городских предприятий, представители социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, строители, представители среднего и малого бизнеса, руководители общественных организаций. Все те, с кем мы бок о бок, день ото дня, трудимся на благо нашего города, на благо нашего Подмосковья. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем притворить в жизнь указы президента Российской Федерации и Владимира Владимировича Путина поручение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который уделяет особое внимание интенсивному развитию региона. И радует то, что есть понимание ответственности каждого на своем месте, и уже имеются хорошие результаты, достигнутые нашим совместным трудом. Дорогие друзья, Лобня – это динамичный город. И наша задача, наша работа – создавать комфортные условия для проживания, ведения бизнеса и функционирования всех городских структур. Хотелось бы начать с приятных и одновременно серьезных показателей привлекательности города – это инвестиции. Лобня растет и развивается, и существенную роль в его успехах играет бизнес-сообщество, которое помогает нашему любимому городу меняться к лучшему. Искренне рад сообщить вам о том, что вложение инвестиций осуществлялось во все сферы экономики города. Объем инвестиций увеличился по сравнению с 2015 годом на 76% и составил почти 15 миллиардов рублей. А если говорить про последние два года, то динамика роста составляет более 200%. И это неудивительно. Например, компания «Металлпрофиль» реализует крупный инвестиционный проект по строительству производственного комплекса. Завершено строительство фармацевтического производства ООО «Ферон». На предприятии «Тетропак» произведена модернизация оборудования, что позволит улучшить объем производства на 20-30%. ООО «Зика» завершило строительство новых производственных линий по выпуску наливных полов. ООО «Вибаста.рус» завершает строительство торгово-сервисного центра. В городе активно развиваются все виды производства. Открываются торговые и офисные центры, а также спортивные и досуговые объекты. Еще раз отмечу, мы поставили перед собой задачу по развитию активной инвестиционной политики на территории нашего города. Вследствие этого для инвесторов, осуществляющих капитальные вложения в объекты основных средств стоимостью более 100 млн. рублей, в прошлом году была установлена льгота в виде уменьшения ставки земельного налога на 50%. Мы строго и ответственно выполняем задачу, поставленную губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. Создание новых рабочих мест и сохранение имеющихся – приоритетная задача в экономике. И появление в 2016 году 555 новых высокопроизводительных рабочих мест – яркое тому подтверждение. Коллеги, как известно, бюджет города – основа всех социальных программ. И наша главная задача, как эффективной власти, – обеспечить его наполнение. Доходы городского бюджета в 2016 году составили 2,34 млрд. рублей. И немаловажным фактом является то, что собственные доходы в размере 1,25 млрд. рублей превысили поступление из бюджета в других уровни бюджетной системы. Не так много муниципальных образований могут похвастаться данным фактом. И это наша с вами общая заслуга, показатель эффективности нашей работы. Основа собственных доходов бюджета – это налоговые доходы. Американский политик Уильям Уэлт однажды сказал, «Никаких государственных денег нет, есть только деньги налогоплательщиков». В отчетном периоде объем налоговых доходов вырос на 8% и составил почти 1 млрд. рублей. Поступление от основных наших налогов – это налог на доходы физических лиц и земельный налог – в 2016 году также выросли на 6,9% соответственно. Говоря про бюджет нашего города, необходимо также сделать акцент и на самой важной – расходной части. Отмечу, что бюджет города Лобни является программно-целевым. В нем предусмотрены расходы на реализацию 13 муниципальных программ, а это 93% всех наших расходов, которые в общем объеме составили почти 2,5 млрд. рублей. По-прежнему приоритетными для нас направлениями остаются жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и благоустройство города. Расходы на сферу ЖКХ составили 88 млн. рублей, что на 25 млн. рублей больше, чем в 2015 году. Рост составил более 40%. Расходы на дорожное хозяйство в отчетном году достигли 66 млн. рублей, что на 20% больше показателя 2015 года. Расходы на благоустройство в 2016 году выросли почти на 30% и составили 106 млн. рублей. На реализацию мероприятий актуальной государственной подпрограммы Московской области, развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области было направлено 20 млн. рублей, в том числе 10 млн. из бюджета города Лобни. В прошлом году мы поставили перед собой важную задачу – улучшение на территории города предпринимательского климата. В 2016 году 7 организаций получили финансовую поддержку из областного и местного бюджетов на общую сумму более 2,5 млн. рублей. В исполнении послания президента Федеральному собранию Российской Федерации от 4 декабря 2015 года в прошлом году на льготных условиях 22-м социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено муниципальное имущество общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Также в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и конституционной поддержкой и обсуждения актуальных для предпринимателей вопросов в течение года проводились регулярные встречи главы и муниципальных служб с представителями бизнес-сообщества. Немалую важную роль в поддержке предпринимателей играет наша Лобнинская торгово-промышленная палата. 78 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей являются членами Лобнинской торгово-промышленной палаты. С целью содействия ускоренному росту малых предприятий и создания комфортных условий продолжал свою работу Лобнинский бизнес-инкубатор. В течение года эксперты Лобнинской торгово-промышленной палаты провели более 500 экспертных оценок и более 250 товарных экспертиз. Около 600 жителей города и тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей обратились за поддержкой в Лобнинскую торгово-промышленную палату. Приоритетными целями в сфере экономики в 2017 году считаю следующее. Сохранение объема инвестиций, привлекаемых в экономику города, создание не менее чем 500 высокопроизводительных рабочих мест за счет ввода новых и модернизации действующих предприятий всех сфер деятельности. Мы планируем, что в городе будет создано не менее 70 предприятий, осуществляющих широкий спектр услуг. Также будут сохранены основные приоритеты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Это модернизация производства, импортозамещение и социальное предпринимательство. Дорогие друзья, в течение года в налоговый и хозяйственный оборот нашего города дополнительно вовлечены земельные участки и общей площадью более 47 гектаров. Это дало, несомненно, позитивный результат. Сумма поступления от земельного налога составила более 200 миллионов рублей и превысила плановый показатель более чем на 30 миллионов рублей. Но не стоит забывать о том, что за землей важен не только уход, но и тщательный контроль. Поэтому за отчетный период было обследовано почти 500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Мы провели 16 плановых и внеплановых проверок по использованию земельных участков физическими и юридическими лицами на общей площади в 105 гектаров. По результатам данных проверок за выявленное нарушение сумма штрафов составила более 600 тысяч рублей. Также хочу сообщить вам, что в рамках реализации закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Московской области в 2016 году мы продолжили программу по обеспечению земельными участками для дачного строительства в деревне Борки Клинского района. 76 многодетных семей в течение года были поставлены на учет для получения в собственность бесплатных земельных участков. Хотелось бы озвучить и приоритетные задачи в этой области на 2017 год, которые мы, безусловно, должны выполнить. Нужно продолжать работу по установлению четкого правового статуса земельных участков и вовлечению их в налоговый и хозяйственный оборот. Провести полную инвентаризацию территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. И, конечно же, главное – обеспечить земельными участками многодетные семьи, стоящие на учете в городе Лобня. Коллеги, в последнее десятилетие именно город стал основным местом проживания людей. В России в городах и поселках городского типа проживает почти 75% населения страны. И ликвидация ветхого фонда и комплексное развитие территории – это главные для нас задачи в сфере строительства. Эта сфера находится в администрации под особо пристальным контролем. Наш великий писатель Лев Николаевич Толстой говорил «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Сообщаю вам о том, что общая площадь, введенная в эксплуатацию жилья в прошлом году, составила почти 130 тысяч квадратных метров. В рамках реализации адресной программы переселения граждан из ветхого жилищного фонда в отчетном периоде было переселено 115 человек из ветхих домов общей площадью 1500 квадратных метров. Кроме того, нами был заключен договор о развитии застроенной территории в микрорайоне Москвич, в рамках которого планируется переселение 150 жителей ветхого фонда. Еще в 2013 году губернатор Московской области поставил задачу полностью ликвидировать дефицит мест в детских садах к 2016 году и решить проблему с очередями в учреждениях. В этом году мы успешно выполнили программу по строительству детских садов в городе Лобня. В частности, в городе завершена реконструкция, направленная на увеличение количества мест в детских садах «Зоринка» и «Ягодка», а также введен в эксплуатацию новый детский сад на 180 мест «Солнышко» в микрорайоне «Катюшки». Также в течение прошедшего года продолжалось строительство детских садов на улице Борисова и улице Жирохова. Безусловно, в 2017 году мы с вами продолжим активную работу в этом направлении. И нам предстоит еще много работы по согласованию правил землепользования и застройки города Лобня. Мы организуем работу по проведению публичных слушаний и утверждения генерального плана развития города Лобня. А также разработаем проектно-сметную документацию по реконструкции школ 4, 5, 6 и нашего Лобнинского лицея. Друзья, Лобня – это не только динамичный, но и благополучный город, где жизнь не стоит на месте, а кипит, бурлит и движется вперед. Это центр активного развития спорта, кузница новых молодых кадров. Мы стремимся сохранить наше великое культурное наследие, а также приумножить его. Считаем своим долгом заботу о здоровье наших граждан и их материальном достатке. В приоритете городских властей – внимательное отношение к пенсионерам и иным категориям населения, требующих социальную помощь и поддержку. Спортивная, образованная и здоровая нация, позитивная культурная среда – это то, что мы делаем для каждого жителя города и то, к чему всегда будет самое пристальное внимание. Важную роль в жизни человека и общества играет культура. Константин Георгиевич Паустовский заметил однажды – сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Крайне ценно сохранять то, что мы имеем, концентрировать самое лучшее из опыта множества поколений людей, создавать благоприятные возможности познания и освоения мира как для самих себя, так и для наших детей. Деятельность соответствующих учреждений в Лобни направлена на сохранение традиционной народной культуры, поддержку творчества, организацию досуга и отдыха для жителей города всех возрастов. С радостью и гордостью за наши достижения в этой области сообщаю вам о том, что в 2016 году мы сделали многое для разностороннего развития и культурного досуга наших жителей. В центре досуга «Восточный» произведено обустройство новых помещений. Состоялось открытие и благоустройство социально значимых объектов для нашего города. Это музей истории города, реконструкция нашего городского парка, открытие аллеи славы, открытие детской музыкальной школы в микро-районе Южный и многих других. Стипендия губернатора Московской области присуждена Галине Петровне Журкиной за создание цикла «Песен о Подмосковье» и Надежде Воробьевой за выпуск авторского сборника стихов. В 2016 году дипломами Министерства культуры на областном фестивале театра Подмосковья награждены муниципальные театры города, театр «Куклы и люди» и театр «Камерная сцена». Кроме того, лучшей актрисой фестиваля театра Подмосковья признан директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова. Парк культуры и отдыха города Лобни награжден дипломом третьей степени на областном конкурсе «Широкая масленица в Подмосковье» в номинации «Лучшие подворья» и дипломом второй степени Московского областного конкурса «Новогодний серпантин» за лучшее оформление объекта сферы культуры и досуга. Победителем Всероссийского фестиваля русского народного танца по всей России вводят хороводы стал образцовый коллектив «Ансамбль танца «Карнавал» ДК «Чайка», руководитель, заслуженный работник культуры Московской области Ольга Седова. Милана Заволокина, участница эстрадной студии Виктора Грошева, стала финалисткой шоу «Голос. Дети». Выпускницы нашей городской школы искусств Кристина Коробкова и Елизавета Целобенок выступили на одной сцене с народными артистами России Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко в Московском международном доме музыки. Участники нашей молодежной театральной студии при молодежном центре ДПО стали лауреатами первой и второй степени на четвертом Всероссийском фестивале-конкурсе «Зимняя мозаика». Дорогие друзья, нам есть чем гордиться. В новом году эта работа, безусловно, будет продолжена. Мы сделаем все возможное для активного развития туризма в нашем регионе, обязательно повысим доступность учреждений культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, а также продолжим работу по укреплению материально-технической базы, переоснащению и модернизации учреждений культуры. Дорогие друзья, немецкий писатель-педагог Эдит Гамильтон справедливо отметила, для того, чтобы иметь возможность прихода в голову мыслей, необходимо иметь образование. Отмечу, что главная для нас цель в этой сфере – это постоянное повышение качества образования и его доступности. В первую очередь хочу сказать о, безусловном, выполнении администрации и образовательными организациями указа президента Российской Федерации о мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Показатели средней заработной платы педагогических работников в наших учреждениях превышают на 10-20% плановые значения, равные средней заработной плате в Московской области. Мы также стараемся стимулировать интерес молодежи к обучению в педагогических вузах и дальнейшему развитию в этой важнейшей для страны профессии. В частности, в 2016 году впервые в городе прошел конкурс «Педагогический дебют» для молодых педагогов, чей стаж не превышает трех лет. Победителями стали учитель истории и общества знания нашей школы номер 8 Яна Должикова и учитель русского языка и литературы школы номер 6 Светлана Укьянова. Наша политика в области образования и внимательное отношение к каждому ученику, несомненно, дает свои плоды. В прошедшем году в прошедшем году прошли успешно все девятиклассники и одиннадцатиклассники и получили соответствующие аттестаты. Наша гордость лицей города Лобни третий год подряд входит в сотню лучших школ Московской области. Учреждение получило специальный грант губернатора Московской области. В дополнение к вышесказанному хочется отметить, что 16 учащихся образовательных учреждений города стали лауреатами именных стипендий губернатора Московской области. 55 учащимся школ наших вручены премии главы города Лобня за выдающиеся успехи в области науки, искусства и спорта. В новом, в 2017 году, мы в первую очередь планируем сохранить достигнутый уровень средней заработной платы педагогических работников. Также считаю необходимым выполнить дорожную карту по ликвидации второй смены в наших школах. Коллеги, укрепление здоровья нации и развитие спортивной инфраструктуры – основные направления в сфере физической культуры, озвученные президентом Российской Федерации и активно реализуемой губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. И Лобня здесь не остается в стороне, а наоборот, активно проявляет себя в соревнованиях и мероприятиях любого уровня. В 2016 году проведено 165 крупных спортивно-массовых мероприятий, из которых самыми значимыми стали «Лыжня Россия», «Всероссийский легкоатлетический пробег» имени бронзового призера Олимпийских игр Семена Ржищина, турнир по бальным танцам, чемпионат по футболу и участие в соревнованиях ночной хоккейной лиги наших лобнинских любительских команд. Хотел бы отметить наших спортсменов, которые добились высоких спортивных результатов на соревнованиях различных уровней. В 2016 году команда по фитнес-аэробике «Чайка» стала победителем первенства России, Европы и мира в дисциплине степ-аэробика. Пятеро лобнинцев в составе сборной команды Московской области по бейсболу стали бронзовыми призерами первенства России среди юношей. Наши команды юношей и девушек по баскетболу, футболу, хоккею становились призерами первенства Московской области. Неоднократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию Владислав Позняков стал победителем этапа Кубка мира, а также включен в состав мужской сборной команды по фехтованию. Артем Бучковский стал призером командного первенства России по фехтованию на саблях. Особо акцентирую ваше внимание на том, что в рамках губернаторской программы строительства 50 физкультурно-оздоровительных комплексов в 2016 году был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» имени трехкратной олимпийской чемпионки Галины Евгеньевны Гороховой с универсальным спортивным залом и залом для единоборств. Также в отчетном периоде была утверждена проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Москвич» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Рад, что наш стадион станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц чемпионата мира. Но в новом году нам с вами предстоит еще много работы. Мы должны закончить реконструкцию стадиона «Москвич», улучшить материально-техническую базу стадиона «Труд» бассейна на Красной Поляне. Дорогие друзья, важным и значимым направлением нашей работы является здоровье каждого жителя нашего города. Как говорится, здоровье человека – это здоровье нации. И для своевременного выявления заболеваний и оказания достойного уровня медицинской помощи администрации совместно с медицинскими учреждениями была организована плановая диспансеризация населения. Ее прошли более 14,5 тысяч человек. Кроме того, в 2016 году мы приняли меры по предупреждению заболеваний различного рода. В частности, план вакцинации и ревакцинации по всем инфекциям выполнен на 100%. Против гриппа привито более 33 тысяч жителей нашего города. Не забываем мы и про наших ветеранов. Проведем комплексный медосмотр всех участников войны, инвалидов войны, участников боевых действий, блокадников. Охвачено полными медицинскими осмотрами 574 человека. Разработан план реабилитации. 122 ветерана боевых действий получили стационарное лечение. 114 человек получили санаторно-курортные путевки. Для повышения доступности и качества медицинской помощи в Лобни увеличено число мест в дневном стационаре и открыт дневной стационар в женской консультации. Организовано отделение палиативной помощи и отделение сестринского ухода. Крайне важно, что был проведен капитальный ремонт Лобнинской детской городской поликлиники. Чтобы сделать медицинские услуги более современными и мобильными, в отчетном году была установлена программа электронной регистратуры в городской поликлинике, детской поликлинике, женской консультации, а также в Краснополянском поликлиническом отделении. Больные самостоятельно и в удобное для себя время могут записаться на прием к специалисту. Также необходимо отметить, что в 2016 году было принято на работу 26 новых врачей. И это, несомненно, важно для повышения уровня здоровья жителей и профилактики заболеваний различного толка. В продолжение нашей работы в 2017 году мы поставили цель осуществить ремонт помещения Луговского поликлинического отделения, продолжить внедрение электронных карт, установить электронное табло с часами приема врачей-специалистов, а также бегущую строку электронной регистратуры в Лобнинской детской городской поликлинике. Забота о жителях – это наш долг и наша святая обязанность. И важным элементом в этой связи необходимо назвать социальную поддержку тех, кто в этом нуждается более всего. Более 27 тысяч человек, почти третья часть жителей нашего города, получают ту или иную социальную помощь. Бесплатный проезд в пассажирском транспорте, ежемесячная денежная компенсация, социальная доплата к пенсии, единовременное ежемесячное пособие при рождении ребенка, денежная компенсация за жилое помещение и коммунальные услуги и так далее. Хочу добавить и обратить ваше внимание на то, что в 2016 году мы сделали важный шаг вперед и вели новые меры, которые позволяют нам с уверенностью говорить, нам действительно важен каждый житель Лобни, и особое внимание мы уделяем нашим пенсионерам и многодетным семьям. В нашем городе проживает более 22 тысяч пенсионеров. В 2016 году проводилась индексация пенсии. Региональную социальную доплату к пенсии получили 1434 человека. В 2015 году было 1009 человек. Также была предусмотрена ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям пенсионеров, достигших возраста 70 лет и старше. Также осуществляется 50% компенсация взноса за капитальный ремонт 70-летним одиноко проживающим гражданам и проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров. Без внимания не остались и дети из многодетных семей. Они получили частичную компенсацию покупки школьной формы. В рамках нашей муниципальной программы «Социальная лобня» в отчетном году было проведено 42 социально значимых мероприятий. Это «Праздник труда», «Декада инвалидов», «День пожилого человека», «День белой трости», «День семьи» и другие. Концерты и чаепития для ветеранов, инвалидов и для других категорий граждан нуждающимся оказывалась материальная помощь. В ходе исполнения под программы «Доступная среда» для удобства лиц с ограниченными возможностями был проведен значительный объем работ в учреждениях культуры, образования и спорта города. Реконструированы пять остановочных площадок, оборудованы 25 съездов сходов и дополнительные пандусы. По двум муниципальным маршрутам курсируют низкопольные автобусы. Отмечу, что в прошлом году мы провели эффективную оздоровительную кампанию, на которую было направлено свыше 15 миллионов рублей. Почти 13 тысяч детей было охвачено организованным отдыхом. Еще раз хочу акцентировать внимание на заботе о детях и семье. В Лобницком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проводится большая работа по профилактике семейного неблагополучия, беспризорности несовершеннолетних, работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями. За 2016 год реабилитацию прошли 58 несовершеннолетних. 28 детей были возвращены в родные семьи, 12 переданы под опеку. В наш городской центр занятости в 2016 году обратилось 3444 человека. В итоге трудоустроенными оказались 665 человек. Открыли собственное дело при содействии центра занятости 5 человек. Мы в обязательном порядке продолжим начатое в 2016 году дело по сохранению и развитию комплекса городских льгот и мер социальной поддержки. Также я считаю целесообразным развитие количества и качества услуг, предоставляемых жителям нашего города учреждениями социальной сферы. На что прошу обратить особое пристальное внимание. Коллеги, в мае 2016 года на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы было направлено дополнительно 10 миллиардов рублей из бюджета Московской области. И это главный показатель ответственного отношения Московской области к своевременному исполнению майских указов президента России. Самые большие повышения зарплат в Московской области получил младший медицинский персонал, а также соцработники и работники детских садов. Кроме того, по поручению губернатора с 1 сентября заработная плата врачам, учителям, воспитателям, работникам культуры и социальных служб также выросла. Лобни также строго и неукоснительно соблюдает свои обязательства по повышению заработной платы бюджетным работникам. С 1 сентября 2016 года зарплата воспитателей детских садов выросла на 10%, учителей на 5%. Оплата труда педагогов дополнительного образования, работников культуры и молодежной политики показала 20% рост. На мой взгляд, повышение зарплаты – то необходимое решение, которое позволит Подмосковью в самых дефицитных и напряженных профессиях не испытывать недостатка в специалистах. И Лобни сделает все возможное, чтобы лучшие кадры в различных профессиональных областях появлялись и вырастали у высококлассных специалистов именно здесь. Уважаемые коллеги, французский поэт XIX века Андре Муруак говорил, «Если хочешь по-настоящему узнать город, надо ходить пешком». Очень большое количество людей прикладывает усилия и заботу, чтобы Лобня была для жителей комфортным городом. Мы сконцентрировали наши усилия на том, чтобы городские парки были чистыми и уютными, услуги ЖКХ доступными и своевременными, придомовые территории благоустроенными, а дороги ровными и качественными. Безусловно, нам еще многое предстоит сделать в этом направлении. Но достигнутые успехи заставляют верить в то, что наша цель реальна и достижима. В 2013 году Андрей Юрьевич Воробьев запустил программу «Парки Подмосковья», поставив конкретную задачу – парки должны иметь комфортный человеческий вид. И в 2016 году в нашем городском парке были проведены масштабные работы. Были обустроены пешеходные дорожки, выполнено укрепление берегов пруда, заменено покрытие детских площадок, установлены детские лавочки и садовые диваны, красочные домики, новое ограждение и парковая мебель. Осуществлено декоративное оформление эстрады и площадок парка, специально оборудована площадка для выголу собак и многофункциональная площадка «Затейная поляна». Город получил место для комфортного и гармоничного отдыха. Человек в современном городе должен быть обеспечен жильем, водой, канализацией, теплом, городским транспортом. Современное производство также невозможно без обеспечения его услугами ЖКХ, предприятия которого поставляют промышленным и строительным предприятиям воду, газ, тепло, электроэнергия, участвуют тем самым в процессе производства. Нельзя представить функционирование города, нормальную жизнедеятельность населения без городского благоустройства, дорог, освещения, озеленения, очистки территорий и вывоза мусора. Коллеги, жилищный фонд города Лобни в настоящее время включает в себя 516 многоквартирных домов. И очень непросто постоянно повышать их качество обслуживания. Однако в отчетном году нами была продолжена реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В полном объеме произведена замена 34 лифтов, отработавших нормативный срок. Для обеспечения сохранности жилищного фонда продолжены работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. При подготовке к осенне-зимнему периоду управляющими организациями осуществлен локальный ремонт кровель 29 домов, локальный ремонт межпанельных швов и утепление фасадов 36 домов, ремонт цоколей в 100 домах и ремонт подъезда в 148 домах. Основным программным мероприятием, безусловно, является комплексное благоустройство дворовых территорий. В 15 дворах нашего города были заасфальтированы дорожки и тротуары, устроено внешнее освещение, установлены новые игровые формы на детских площадках, информационные щиты, произведено озеленение, обустроены парковки и установлены ограждения. Также были реконструированы 5 контейнерных площадок. Для повышения уровня самоорганизации жителей многоквартирных домов в 2016 году администрации города проведена большая работа. Советы многоквартирных домов в городе Лобня избраны в 94% наших домов. Также была организована работа по созданию Лобнинского отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Московской области. Выбран председатель нашего Лобнинского отделения. Я убежден, что каждый житель города должен участвовать в развитии и благоустройстве нашего любимого города. С целью взаимодействия с жителями в 2016 году организованы и проведены 4 формы управдом. Эта деятельность будет продолжена и в новом году, ведь она реально эффективна и дает осязаемые результаты. Открытая власть и прямой диалог с жителями, в том числе по вопросам ЖКХ, это то, чем мы гордимся. За 2016 год были даны ответы на 5500 обращений, поступивших в управление ЖКХ и благоустройство от наших жителей, в том числе через портал Добродел. За счет срез городского бюджета в 2016 году построена новая блочно-модульная котельная на улице Комиссара Агапова. ЖКХ – это важнейшая область нашей жизни, и она была, есть и будет приоритетом в нашей ежедневной работе и в работе администрации города. Друзья, главная задача сферы дорожного хозяйства – это надлежащее содержание сети автомобильных дорог, обеспечение безопасной и эффективной работы пассажирского транспорта. Наш город довольно большой, в его черте проходит 109 километров дорог общего пользования. Из-за прошедший 2016 год всего было капитально отремонтировано 93 495 квадратных метров наших дорог. Проблема с парковками характерна не только для Москвы, но и для всех развивающихся городов Московской области, и для нашего города также. В 2016 году в Лобне было обустроено почти 10 тысяч квадратных метров паркового пространства, и это добавило городу 592 новых машин и места. Потребность в машин и местах наших жителей сократилась с 6,5% до 4%. Кроме того, ликвидировано 10 незаконно установленных гаражных укрытий, 150 незаконных ограждений. Мы ведем постоянную работу с обращениями жителей города на портал Добродел по вопросам дорог и дорожного хозяйства. В 2016 году были произведены работы по более чем 3 тысячам обращений граждан, и ни одна заявка не была оставлена без внимания. Дороги — это артерии нашего города. Исторически надлежащее обращение с дорожным хозяйством было важнейшей задачей ответственной власти. И мы продолжим нашу ежедневную работу по достойному содержанию дорожного полотна в Лобне. «Надо начать замены выветрившихся камней фундамента и делать это так, чтобы не поколебать, а укрепить постройку, порядок и благоустройство этого пиющая нужда». Эти слова Петра Аркадьевича Столыпина не потеряли своей актуальности даже спустя столетия. В микрорайоне Центральной в прошедшем году были выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек в сквере защитников Москвы, проведена опиловка и утилизация 300 сухих деревьев. Также мы проделали большую работу по поддержанию в надлежащем состоянии парков и скверах. В микрорайонах нашего города в отчетном году постоянно проводилась утилизация сухих деревьев, посадка новых саженцев молодняка. В микрорайоне Восточный была выполнена реконструкция братской могилы на улице Комиссара Агапова. В Киевском парке произведена вырубка сухих больных деревьев, проведено планирование территории, обустроена аллея, установлены щиты с информационными материалами о Великой Отечественной войне. Установлены декоративные уличные фонари освещения. Поддержка отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, важное направление в сфере учета и распределения жилья. К сожалению, таких семей в нашем городе немало. А жилищный вопрос один из наиболее часто встречающихся в ходе приемов населения. Однако и в этой сфере нам есть чем гордиться, потому что мы приложили немало усилий для разрешения данной проблемы. В 2016 году были предоставлены жилые помещения 26 семьям очередников города Лобни. Мы, безусловно, продолжим оказывать содействие в улучшении жилищных условий для очередников, жителей ветхого фонда, льготных категорий граждан и в текущем году. Посредством указанных мероприятий и программ мы вместе делаем комфортный город. И таковым он будет для каждого нашего жителя. Американский поэт и философ Ральф Эмерсон однажды сказал, «Везде, где есть жизнь, есть и опасность». Но именно для того, чтобы свести эту опасность практически к нулю и заставить жителей не бояться ходить по городу даже ночью, и существует эффективная власть. Смею вас заверить, что Лобня – это безопасный город. Это место, где количество преступлений уменьшается, а находящихся в производстве оперативно раскрываются правоохранительными органами, где создаются все условия для исключения случайных трагических случаев, а на пожарах за 2016 год у нас не погибло ни одного человека. В отчетном году мы поставили перед органами безопасности следующие задачи – обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотических веществ. Надо сказать, что с этой задачей правоохранительные органы справлялись успешно. За 2016 год количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5%. Всего было раскрыто 633 преступления, что на 8% больше уровня 2015 года. Особое внимание в 2016 году уделялось предупреждению актов терроризма и экстремизма. В том числе и для этого нами была создана и ныне действует добровольная народная дружина, в состав которой вошли представители общественных организаций города. Вынужден сделать акцент на том, что в течение 2016 года в городе зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Однако отмечу, что данное количество ДТП в разы меньше, чем в большинстве городов региона. Отрадно, что пострадавших детей в ДТП в Лобне в 2016 году не зарегистрировано. Важнейшее направление противодействия наркотикам находится на особом контроле начальника ОМВД России по городскому округу Лобня. В 2016 году в нашем городе было выявлено 126 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 80 из них тяжкие и особо тяжкие. Мы также заботимся о безопасности жизнедеятельности населения. По итогам 2016 года наша городская единая дежурно-диспетчерская служба находится в первой категории муниципальных образований, наладивших безупречную работу системы 112 на местах. За 12 месяцев 2016 года операторами системы 112 города Лобня было принято и обработано более 67 тысяч входящих вызовов, большинство из которых, к счастью, были необоснованными. В 2017 году мы поставили перед собой несколько задач в данной сфере. Необходимо развивать систему безопасный регион, и, что крайне важно, продолжить профилактику в сфере правонарушений, а также сокращение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, а также правовое просвещение наших граждан. Дорогие друзья, позвольте себе процитировать известного древнегреческого философа Сократа. Есть много путей преодоления опасностей, если человек хоть что-то готов говорить и делать. Мы с пристальным вниманием относимся к безопасности пешеходов в нашем любимом городе. Для ее повышения и соблюдения скоростного режима автотранспорта в городе было дополнительно обустроено 38 новых индивидуальных дорожных неровностей. На всех дорогах нанесена разметка, установлено 80 дополнительных дорожных знаков, реконструировано два схода с автобусных остановок с учетом потребностей мобильных групп населения. Также оборудовано 6 городских переходов новыми современными светофорами. Лобня – это современный город, и в отчетном периоде остро стоял вопрос развития информационных технологий и связи на территории города Лобня. На официальном сайте города Лобня в режиме реального времени транслируется дорожная ситуация в городе, а также состояние строящихся социально значимых объектов. Это дополнительный механизм, чтобы сделать власть абсолютно открытой для каждого жителя и повысить уровень внутреннего контроля. К региональной системе «Безопасный регион» подключены 27 камер видеонаблюдения, объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей. В течение года нами проводились работы по поддержанию в рабочем состоянии 149 городских камер видеонаблюдения. Коллеги, 2017 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным годом экологии. Однако Лобня начала готовиться к этой программе еще в прошлом, в 2016 году. Не секрет, что забота об окружающей среде и сохранении природы – важная часть работы городской власти. И я хочу поблагодарить всех жителей Лобни, принявших участие в многочисленных мероприятиях, которые делали наш город лучше и краше. Губернаторские программы «Наш лес, посади свое дерево» и «Лес Победы» позволили высадить 35 тысяч саженцев сосны и ели на лесной территории, пострадавшей от караеда, а также почти 2000 деревьев и кустарников в микрорайонах города. В рамках программы «Зеленая весна» мы регулярно проводили субботники по уборке леса, городских парков и скверов, а в ходе акции «Аллея славы» в день торжественного открытия нового помещения Музея истории города была высажена 31 рябина в память о защитниках Москвы. Отдельно хочу отметить важный для экологии города момент. В границах города расположен заказник федерального значения озера Киова и его котловина, где совместными усилиями администрации города, общественных организаций и активных жителей нашего города проводилась работа по возрождению колоний озерных чаек. С радостью сообщаю, что колонии чаек на озере Киова восстанавливаются. И если в 2013 году там было всего 6 гнезд, то в 2015 году их число выросло до 270, а в 2016 до 950. Прежде чем я перейду к заключительному разделу моего отчета, хочется сказать вам, уважаемые коллеги, только та страна живет счастливо и богато, которая сильна своим единством, радостна своим трудом, дружна своими людьми. Наша Лобня – это единый город, в котором и власть, и общественные организации дружно работают бок о бок с жителями и для жителей. Эта работа в режиме ежедневного диалога позволяет нам знать о насущных проблемах, ничего не упускать и решать их максимально оперативно и качественно. В Лобне, как и во многих других современных прогрессивных городах, действует многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Он обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте быстро и в удобное время. В 2016 году в МФЦ нашего города было создано два дополнительных окна по приему документов и одно окно для выдачи. В МФЦ города Лобня жителям оказывается 245 различных государственных и муниципальных услуг. С гордостью заявляю вам, город Лобня занимает одно из лидирующих мест по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг составляет теперь не более пяти минут. Среднее количество обращений в день на одно окно – более 50 обращений. МФЦ – это реальный прогрессивный инструмент, который дает результат. И с каждым годом все больше жителей им пользуется. Приведу пример количества обращений в МФЦ города Лобня. В 2014 году их было 6163. В 2015 их было 69677. А в 2016 году их было 219453. И уверен, что это число будет неуклонно расти. В своей работе мы ориентируемся на тот девиз, который озвучил Андрей Юрьевич Урабьев. Открытая власть – сильная власть. Политика открытости власти, реализуемая губернатором, была направлена на усиление роли самих жителей, повышение качества жизни в муниципалитетах. Традиционно мы активно поддерживаем все проекты губернатора и правительства Московской области. И я хочу добавить к тем мероприятиям, которые упоминал ранее, еще несколько значимых событий для города. Лобнинцы – одни из самых активных участников эко-марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». За время акции нами было собрано в общей сложности более 20 тонн макулатуры. Лобня вошла в число самых активных муниципалитетов по итогам этой акции. Не только Московской области, но и всей России. И каждый восьмой проект Лобнинцев был удостоен награды в рамках губернаторской премии «Наша Подмосковья». Всего жители нашего города подали 345 заявок, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В число победителей вошло 43 проекта наших жителей. Руководство города делает все возможное для того, чтобы каждый житель мог напрямую задать волнующий вопрос, высказать свои пожелания или предложить интересную идею. Количество инструментов коммуникации увеличивается с каждым годом. Уже сейчас это можно сделать через интернет-приемную на сайте нашего города, написав письмо на личную почту главы, записавшись на прием главе и заместителям главы, оставив комментарий на страничках города в социальных сетях, через официальные письма или используя телефон горячей линии. Мы всегда открыты для жителей, и каждый, кто ищет помощь, обязательно ее получит. Дорогие друзья, исторические объединения людей для решения конкретных задач, различных социальных групп и консолидации общества – это главные цели работы городских общественных организаций. И я рад сообщить, что в нашем городе их 50. Кроме того, в нашем городе зарегистрированы и ведут активную деятельность две религиозные общины и семь отделений политических партий. В 2016 году этими организациями проведено более 200 мероприятий. Отмечу, что в отчетном году был избран новый председатель общественной палаты города Лобня. Им стал Николай Евгеньевич Курицын. Также в городе большое влияние на патриотическое воспитание молодежи оказывает наш Совет ветеранов, председателем которого является Евгений Николаевич Воробей. И в 2016 году он был переизбран на этот ответственный пост. Наши поздравления. Развитием патриотического направления занимается и Лобнинское отделение общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма. А Совет ветеранов Лобнинского ОМВД в 2016 году организовал летний отдых для 16 детей членов военно-патриотического клуба «Надежда России». Большую роль в жизни города играет Лобнинское отделение Всероссийского общества инвалидов. Под руководством Ольги Васильевны Потехиной. Координационный совет по делам инвалидов продолжает осуществлять контроль над реализацией городской программы «Доступная среда». А члены нашей городской организации «Боевое братство» под руководством Марины Валентиновны Толмачевой проводят уроки мужества в наших городских школах, спортивные эстафеты, смотры, конкурсы и многие другие мероприятия. В 2016 году ими был организован летний отдых для 10 детей из Лобнинского молодежного объединения «Защитник Отечества» в лагере «Боевое братство» во Владимирской области. Председатель Лобнинского отделения «Союза пенсионеров» в Подмосковье Вера Наумовна Львова создала крепкую команду, опираясь на которую они вовлекают в общественную работу пенсионеров нашего города. Походы, экскурсии, концерты, клуб «Здоровый образ жизни» эта деятельность ассоциируется у нас с этим отделением. Также наша гордость – это Лобнинское отделение российского Красного Креста является одним из самых активных по Московской области. За 2016 год состоялось 15 дней донора, в которых приняли участие более 600 лобнинцев. Я гарантирую, что мы продолжим поддерживать общественные организации нашего города именно благодаря вам, дорогие коллеги, наш любимый город развивается динамично, разнопланово и вовлекает в свою социальную жизнь граждан всех возрастов. Коллеги, руководство города уделяло и уделяет большое внимание общению с жителями Лобни и развитию инструментов взаимодействия с социально активными горожанами. Мы продолжали работу с представителями советов домов и общественными советами микрорайонов. В 2016 году руководством города было проведено более 70 плановых обходов территории нашего города. В каждом из микрорайонов мы побывали более 10 раз. Важная составляющая таких обходов – это живое общение с нашими жителями. В течение года состоялось 7 встреч главы города с жителями, в которых приняли участие более 4 тысяч человек. Было задано более 400 вопросов. По каждому обращению впоследствии были сформированы поручения, по которым проведена конкретная работа. Кроме того, ежедневно глава лично принимает представителей городского бизнес-сообщества для решения самых неотложных вопросов. А также мы организуем регулярные тематические встречи с предприятиями и организациями. Президент Российской Федерации говорит о том, что важнейшая задача в развитии местного самоправления – это сильная и независимая власть на местах. Однако, цитирую президента, местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. И я считаю, что только полное погружение в работу и личное общение с жителями города помогает получать объективную информацию о насущных проблемах и делах и всегда своевременно на них реагировать. Хочу отметить наше взаимодействие с Лобнинским Советом депутатов. Я думаю, что здесь вполне уместно процитировать слова почетного доктора Академии Государственной службы при президенте Российской Федерации и одного из лучших бизнес-консультантов мира Ицхака Адизеса, который сказал «Доверие возникает тогда, когда люди убеждены, что их сотрудничество взаимовыгодно в долгосрочной перспективе». Для меня очень важно было найти точки соприкосновения с нашим законодательным органом и организовать четкую совместную работу в одном направлении. В 2016 году Советом депутатов города Лобня было проведено 17 заседаний, в которых принято 300 решений, в том числе 78 в виде нормативно-правовых актов. В составе Совета депутатов работали 12 утвержденных постоянных депутатских комиссий и 18 созданных рабочих групп. В течение года ими проведено 112 заседаний. Активная работа с бюджетом города велась депутатскими комиссиями по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике и муниципальной собственности совместно с контрольно-счетной палатой города Лобня. По итогам рассмотрения проектов в рамках публичных слушаний вносились изменения и дополнения в устав города Лобня. Дорогие друзья, отчетный год был насыщен выборами различного уровня. Не обошли они и Лобню. 18 сентября состоялись выборы в наш городской совет депутатов 6-го созыва. Они прошли по смешанной системе. 11 депутатов были избраны по партийным спискам и единому округу и 10 по 5 двухмандатным округам. Председателем совета депутатов переизбран Николай Николаевич Кричишников. В 2017 году мы продолжим совершенствование нормативно-правовой базы города, усилим взаимодействие с жителями путем встреч и личных приемов, а также организуем еще более плотную и эффективную работу с правительством Московской области, Московской областной думой, а также с депутатами Государственной думы и Советом муниципальных образований для решения проблем нашего города. Дорогие коллеги, давайте вспомним те прекрасные мероприятия, которые мы с вами организовали в прошедшем году. Во-первых, это важнейший для нас праздник, День Победы, 9 мая. Это тот день, который мы будем отмечать и свято чтить, пока мы живы. «Нет блага в войне, мы все просим у тебя мира», писал древнеримский поэт Публий Вергилий. «И лишь мирное небо над головой и отсутствие как врага внешнего, так и врага внутреннего позволит нам процветать и строить достойное будущее». В отчетном году состоялся уже третий по счету ежегодный автопробег «Спасибо деду за победу», ведущий свою историю с 2014 года. Более полусотни единиц техники проехали от нашей пушки по Букинскому шоссе до городского парка, где приняли участие в праздничных городских мероприятиях. И еще раз я хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в этих действиях и организовывал их. Также мы провели ряд мероприятий, посвященных 75-летию битвы под Москвой. И Лобни сыграла здесь очень важную роль в переходе советских войск в контрнаступление. Ведь 1 декабря 1941 года на развилке Рогачевского и Букинского шоссе захлебнулась последняя попытка фашистских войск прорвать оборону Москвы. Мы чтим подвиг наших отцов и дедов, изменивших ход войны и, не побоюсь этого слова, ход истории. И, наконец, в 2016 году исполнилось 55 лет со дня основания Лобни в том виде, в котором она существует сейчас. Хочу напомнить вам, что 18 декабря 1961 года указом Президиума Верховного Совета престанционный рабочий поселок Лобня был преобразован в город. Мастер-классы, конкурсы и соревнования для лобнинцев и гостей всех возрастов прошли на всех городских площадках. И приятно, что в них участвовали не только городские коллективы и мероприятия, но также наши гости и города-побратимы. И сегодня на этой сцене вы видели в начале мероприятия наших гостей из Талдома, которые всегда принимают активное участие в наших городских мероприятиях, за что хочется сказать отдельное спасибо главе Талдомского муниципального района Владиславу Юрьевичу Юдину. А завершился наше празднование дня города красивым праздничным салютом. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, наш президент Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что Московская область один из важнейших регионов в стране. Потому что промышленный потенциал Московской области огромный, в ней есть все, все отрасли хорошо представлены. Но самое главное богатство нашего субъекта – это его люди. Те, кто своим трудом, знаниями и умениями делают ежедневный вклад в развитие благополучного и комфортного проживания региона и города. 9 февраля я провел рабочую встречу с Андреем Юрьевичем Воробьевым, отчитался о проделанной работе в 2016 году и рассказал о наших планах на 2017 год. Хочу вам привести слова нашего губернатора. Мы должны не только сохранить достигнутые, но и уметь наращивать преимущества. Наша команда нацелена на рост, на развитие, на максимальное использование новых возможностей. Работы в прошедшем 2016 году было много. Я прошу всех и каждого учесть, что в 2017 году ее будет еще больше. Но я уверен, что мы с вами справимся. Потому что нам есть чем гордиться, потому что где единение, там и победа. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я с большим вниманием выслушал весьма содержательную речь и доклад Евгения Викторовича и хочу для себя отметить, что это замечательно, что кроме отчетов и доклада о достижениях Евгений Викторович поставил задачу. Это наглядно демонстрирует о том, что Евгений Викторович руководство города не на словах, а на деле готово доказывать и выполнять идеологию лидерства и ту идеологию, о которой говорит губернатор Московской области – это идеология лидерства. Кроме того, конечно же, лобня для губернатора Московской области, для правительства занимает одно из ведущих мест и хотел бы сказать отдельные слова благодарности Евгению Викторовичу и всем коллегам за то своевременное и эффективное взаимодействие с правительством Московской области. Ну и, конечно же, все эти цифры, все эти рейтинги и так далее для нас не самоцель. Самое главное для нас – это, конечно же, качество жизни и благополучие жителей. Поэтому я бы хотел пожелать жителям города Лобни комфорта и благополучия, а Евгению Викторовичу упорного труда. Спасибо. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Юрьевич Чаплин. Уважаемый Евгений Викторович, уважаемые товарищи, хотел бы прежде всего поблагодарить вас за ту работу системную, которая в городе проводилась и администрацией, и советом депутатов, и общественными организациями, ну и самое главное – просто всеми лобнинцами. Мне кажется, очень хорошие результаты за 2016 год. Они прозвучали и в докладе главы, и мы видим их по развитию города за последние несколько лет. И очень хорошее направление, хорошая задача перед собой поставила администрация на 2017-2018 годы. Хотел бы также поблагодарить вас, всех тех, кто сидит в этом зале, потому что мы со многими уже давно дружим, давно работаем, и просто наших жителей за поддержку меня на выборах. Я благодарен вам за эту поддержку, ощущаю ее. И поверьте, это ощущение, оно, это большая ответственность для меня лично, потому что те ваши просьбы, те наказы, которые летом прошлого, 2016 года были озвучены, они, эта задача теперь уже, эти наказы реализовать. Прежде всего, конечно, общая задача и моя, и администрации – это решение транспортной проблемы в городе. Это вопрос северного объезда. Сегодня проходит совещание в Министерстве транспорта нашей области по вопросу транспортной инфраструктуры вот этого куста как раз. И мы, когда говорю мы, мы совместно, правительство области, Московская областная дума, администрация города, до мая месяца определимся все-таки, какое будет решение. Будет это северный объезд или будет это дорога на Шереметьево? У нас будет понимание. И в мае же будут объявлены пиры проектной работы по соответствующему решению. Такую задачу поставил нам наш лидер, наш губернатор Андреевич Воробьев, поэтому этот вопрос будет решен. Вторая задача – строительство поликлиники. Мы обсуждали это с главой неделю назад, наметили определенные сроки. Я думаю, что в следующем году в отчете главы мы уже расскажем о том, что сделано. Благоустройство, детские площадки, подъезды – это максимально важная задача для наших жителей, для наших людей. Поэтому здесь, как вы и сказали сегодня в своем выступлении, нам необходимо не менее 10% детских площадок в год обустраивать. Кроме направлений, которые я ранее курировал в областной думе, добавилось бюджетное направление, направление экономической политики и развития Московской области. И сейчас мы живем по новому бюджету. Бюджет у нас в области достаточно хорошо сверстан. Я думаю, что это один из лучших бюджетов в нашей стране. Хотел бы также напомнить, что более 70%, 77% расходов нашего областного бюджета – это социальные расходы. Это очень хороший показатель в том плане, что мы со своих социальных обязательств не теряем. И миллиард в этом году областной бюджет направил в город Лобню. Миллиард – это бюджет, более миллиарда рублей – это бюджетные поступления от Московской области. Ну и, конечно, как депутаты, кроме тех наказов, о которых я говорил, это оказание материальной помощи, это небольшие деньги, где-то миллионы рублей, где-то 2 миллиона рублей. Замена окон в школах, покупка нового оборудования, музею мы помогли, который совсем недавно, вы об этом говорили сегодня. Поэтому эти средства также идут в наш город. Просто я не хотел бы останавливаться, потому что мы сегодня уже очень много цифр услышали. И, конечно, парк. Мы в прошлом году говорили и с Николаем Николаевичем Гречишником, теперь это наша миссия с Евгением Викторовичем совместная. Наш городской парк должен отвечать стандартам красивого парка. Парк должен стать местом притяжения. 20 миллионов в прошлом году выделили, 10 миллионов дали мы, Московская область, 10 миллионов нашла администрация города из городского бюджета. Нам необходимо эти деньги ежегодно в парк вкладывать, потому что вы же сами видите, почувствовали, что парк стал местом притяжения. Согласны? Чувствуете это? Ну, там необходимо, как-то так, уныло как-то это. Да. Я считаю, что нам необходимо парк делать местом притяжения. И не надо стесняться говорить о том, что мы сегодня сидим и разбираем, какой должен быть туалет в парке. Я считаю, что это правильно. Туалет должен быть бесплатный и теплый, и который работает должен круглый год. Я прошу прощения, что может быть такой маленький вопрос, я поднимаю, но он важный для жителей, и люди об этом говорили. Хотел поблагодарить наш правоохранительный блок. У нас хорошо сработала в 16-м году полиция. В 16-м году полиция. И, ну, во-первых, у нас с вами в городе, он вообще уникальный город. Но мы единственный город в Подмосковье, где полицию возглавляют женщины. Поэтому, Галина Валентиновна, вам большое спасибо. У вас большой опыт работы в Подмосковье, в Солнечногорске, в Химках. Вы были начальником полиции, начальником управления в Серебряных прудах, сегодня работаете в Лобне. И вот под таким вашим мягким женским руководством мы чувствуем, что и подтянулось и личный состав, и по преступлению, по преступности тоже мы все эти цифры видим. Спасибо вам, прокуратуре, за эту слаженную работу. Я хотел бы, чтобы, вот мы недавно с вами прошли процедуру выборов главы нашего города, и вот чтобы и в дальнейшем в таком же единстве складывались отношения, принимались решения, и находилась та золотая середина. Мне кажется, что такие мэтры лобнинской политики, как Сергей Степанович Сокол, Николай Николаевич Гречишников, Анна Акимна Куманова, Букин Владимир Николаевич, должны быть услышаны, должны быть востребованы, и глава его администрации должны вместе с мэтрами принимать решения по наиболее важным вопросам. Готов и дальше служить нашей великой лобнинской земле. Спасибо. На вынос знамён Российской Федерации, Московской области и города Лобня прошу встать. Знамёна вынести. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ЛЬНАЯ 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 ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Лобня, тебе быть вечно молодой Давайте вместе жить И дружбой дорожить Давайте строить дом Чтоб счастье было в нем Время не остудит, не сотрет те годы Много обелисков на земле одной Память не хранится, связанные в годы С Красною Поляной и Москвой Летопись наполнен датами свершений С горностью мы власть всюду пронесем И до счастья славных новых поколений Созданим мы все своим трудом Лобня, ты наш любимый город Лобня, тебе жить светлою мечтой Лобня, ты вечным садом станешь Лобня, тебе быть вечно молодой Любимому городу Лобня Слава! 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 Желаем вам крепкого здоровья И дальнейшей совместной работы На благо нашего города Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин